Здравствуйте дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о школке для саженцев винограда. Видео это я снимала по вашим просьбам. Школка может быть использована для черенков, когда сразу же они высаживаются в открытый грунт. Но мы говорим о саженцах, о тех саженцах, которые по какой-то причине у нас сейчас... Мы не можем высадить их на постоянное место и мы высаживаем, скажем так, на временное, на подрост в школку. Именно об этом сегодня и пойдет речь в нашем видео. Итак, для посадки саженца в школку почву нам надо подготовить. Вариант один. Мы делаем перекопку сразу с навозом, либо перегноем, либо компостом. Либо вариант второй. Мы вырыли траншейку, положили туда компост, либо перегной, но уже такой нормально перепревший. То есть свежий однозначно нет. Перепревший укладываем на дно и чуть-чуть присыпаем. Значит, загружаем в яму перепревшее что-нибудь. Ну, опять же, если у вас земля хорошая, то можно ничего этого не делать. Ну, видите, вот что это за земля. Это не земля, а сплошной песок. Сильно много можно не добавлять, сколько есть. Хотя бы немножечко, чтобы растениям было чем питаться. Так, загрузили, хорошенько пролили и немножко землей еще присыпали. То есть, в принципе, как стандартно мы садим большинство растений. И теперь точно так же, как при обычном саженце, мы разрезаем стаканчики. Напоминаю, что наша задача, ну, извлечь саженец с минимальными повреждениями. Ну, на что хочу обратить внимание. Если мы садим саженец вот на такое временное место, ну, это саженец двухлетка, ему корешки можно подрезать, это раз. И второй, если вы, например, купили саженец в магазине, тоже, там, например, второгодку в каком-то таком, пусть иностранных питомников в черных стаканчиках, размачивайте ком. Обязательно. Видите, сухой рассыпается земля. Надо полить перед этим. Так вот, повторюсь, значит, если саженец получается там одни корни, обязательно размочите, потому что он может просто погибнуть. Слишком спутанно и очень плохо будут развиваться. Так, здесь у нас чуть-чуть наша ямка заплыла, мы ее делаем углубление. Достаем, ну, видите, и ставим сюда. Все, закапываем. Здесь глубина посадки сантиметров 20. Мы же помним, что это место временное. В шкулку мы садим временно. И нам осенью надо будет это откопать. Поэтому, если мы посадим так, как мы садим стандартно, то откапывать нам будет неудобно. Ну, и смысла заглубления особого нет, потому что зимовать здесь кустик не будет. Следующий опять разрезаем. Может показаться, что где-то повреждаются ножом корни. Ну, если чуть-чуть повреждаются, это не страшно, что повреждения будут минимальными. В первую очередь режется пластик. Так, здесь наша траншейка немножко заспула. Значит, мы ямку такую импровизированную делаем. Комочек достаем. И сюда ставим. Смотрите, он фактически как стаканчик и роз, по такой же высоте он здесь и садится. Напоминаю, это временно по осени, но все это надо будет выкопать. Именно поэтому мы садим на такую глубину. Расстояние. Можно садить на расстоянии 10-15 см. Ну, смотрите. Во-первых, у вас может быть там всего лишь 2-3 кустика, насколько позволяет место. Ну, и помните, что по осени надо будет выкапывать, чтобы вам это удобно было выкапывать. То есть, руководствуемся именно этими принципами. 10-15 см между кустиками будет вполне достаточно. Растения все высажены. Напомню, расстояние между кустиками порядка 10-15 см будет достаточно. Есть возможность сделать больше? Конечно, делайте больше. Помним, шкулка это временное место. И по осени мы отсюда будем саженцевые каплы. Значит, делаем так, чтобы нам было удобнее. Точно так же. И касается расстояния между рядами. У меня тут получилось сантиметров 20. Рядка всего лишь 2. Мне так удобно. Хотите, делайте 3. Хотите, делайте 4. И вот это расстояние регулируйте тоже так, как вам будет удобно это обслуживать. Если там прополоть какую-то траву, еще что-то, можно замульчировать. Ну, только не сейчас, а чуть попозже. Можно застелить чем-то типа агротекстиля. Ну, то, что у вас есть под рукой. То есть, в данном случае вы руководствуетесь именно удобством дальнейших действий вот с этой самой школкой. И сейчас, конечно, получилось, что у меня съемка в 2 дня. Вчера поспешно садила прямо перед дождем. Сегодня уже выглянуло солнце. Поставила палочки подпорки тоже. Смотрите, как вам удобно. Удобно поставить палочки. Ставим палочки. Если у вас большие ряды, большая школка получается, то можно поставить просто несколько палок, натянуть между ними веревочку. Все, получится такая импровизированная шпальера, к которой вы сможете привязывать саженцы. Ну, вот уже стоят дужки. То есть, все это я тоже прикрою спонбондом недели на две, потому что саженцы только из дому. И они еще не совсем адаптированы, не закалены. Мне проще закрыть спонбондом. Еще пару моментов, что касается ухода за такими саженцами. Подкормок мы в этом году больше им не делаем. Единственное, что смотрим, если плохое созревание, это там с середины лета, чуть позже, возможно, калий. Обработки такие же стандартные, как и для всего остального винограника. По обработкам будут отдельные видео. Но если хотите, то есть можно дополнительно еще, чем микроэлементами, какими-то адаптогенами, то, что у вас есть, можно этим тоже обрабатывать. Когда я бы советовала недельку-две подождать. Пусть растение все-таки немножечко попривыкнет на новом месте. А тогда уже можно будет и обрабатывать. На этом наше видео завершено. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. А под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов и награды, мои контакты. И до новых встреч. Пока! Пока! Пока!